Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о таком анализе, как ХМС по Осипову хромоспектрометрия. И я снимал кучу выпусков про микробиоту, но мне сказали, что до меня люди просто не доходят. Потому что я называл это микробиота тонкого кишечника, работа кишечника, там еще что-то, как микробиота там влияет на вашу психику, ваши гормоны, диабеты и прочее. Но, как выяснилось, я не могу до вас достучаться. Потому что что? Потому что YouTube не анализирует так глубоко все мои теги. И, оказывается, нужно было писать так и писать. ХМС по Осипову так и пишу, так и обращаюсь, дорогие друзья, к вам. Сегодня мы разговариваем о хромоспектрометрии по, соответственно, методике Осипова. На сегодняшний день лучшим методом для контроля состава микробиоты является метод российского ученого Георгия Андреевича Осипова. Доктора биологических наук, профессора микробиологии, который в качестве ведущего научного сотрудника академической группы, академика РАН ЮЭФ Исакова, а затем ведущего научного сотрудника отдела исследований и разработок, международного аналитического центра Энтебрил апробировал и внедрил в практику анализ оценки микробиоты. Хромоспектрометрии делается на аппарате хромоспектрометрии. И вот это длинное название, может быть, я немножко с ошибками, с ударениями его произношу, как-то не так. Но я вам приведу аналогию, насколько это точный аппарат, вы поймете. Все вы слышали, что можно измерить то, сколько существовало вещество определенное, кости динозавра, допустим. Да, там сколько им... Так вот, все вы слышали о том, что, соответственно, кости этих динозавров имеют какой-то возраст. И вот похожий аппарат тоже используется, чтобы определить массу этого вещества. Сейчас не буду подробно рассказывать, как возраст по массе вещества, все это дело рассчитывается. На ютубе много про физику видеозаписей собрано, поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Здесь при помощи этого аппарата исследуется масса, соответственно, биоты, которая собрана, соответственно, у вас в крови ее остатки. Потенциально говорится все-таки о жизнедеятельности, остатках этой биоты, если проще говорить, результаты ее жизнедеятельности взвешиваются. Но, соответственно, это позволяет точно, наверняка, прям 100% определять количество этой микробиоты по следам ее остатков. То есть непосредственно, вроде как, сами организмы мы не взвешиваем, мы взвешиваем остатки жизнедеятельности. Вот. Дальше. Что вы ищете, когда гуглите ХНС по осику, в первую очередь? Вы находите форумы врачей, и одни за, другие против, и тех, кого против, вроде как даже за, и говорят, что этот анализ непоказательный. Ну, на минуточку. Есть, как бы, если этот анализ непоказательный, я не совсем понимаю тогда, как выстраивается у нас, ну, так скажем, вот вы знаете, что в армии есть, ну, определенные звания, да. Вот у нас в медицине и в науке тоже условно существуют определенные звания. Вот я просто врач. Я ничего не выдумываю, я могу сказать, что, ну, вот на моем клиническом опыте есть вот какой-то момент, но это не точно, потому что просто мой клинический опыт. А есть суперкрутой какой-нибудь профессор, и он в суперкрутой лаборатории, суперкрутым финансированием проводит какие-то определенные исследования. И я могу только упираться на мнение этого суперкрутого профессора, который, ну, конечно, завязан, ну, к примеру, на Минздраве, да, на серьезных, то есть, организациях, не просто там это какая-то Филькина грамота, да, где-то там за углом он профессор. Нет, он это все через Минздрав оформляет, патентует, это все годами проверяется долго, и в итоге получаются научные работы, они проводят, ну, то есть, их, так скажем, анализируют другие серьезные ученые. Понимаете, это не все просто так, да. И у нас вот этот ХМС по Осипову, да, про масс-спектрометрия, ну, она уже миллион раз про нее оговорена, что есть куча диссертаций, куча научных работ, куча врачей отработало и профессоров по ней, и написали положительные рецензии дали, и научные журналы тоже. И, ну, как просто вот обычный врач может сказать, а я считаю этот анализ не, как сказать, ну, то есть, клинически неценным. Ну, так уже Минздрав за вас решил, что он клинически ценный. Ну, люди из Минздрава, люди, которые работают в Минздраве, все это написали, и можно это загуглить, и прочитать, и есть эти пруфы. Ну, просто я не вижу смысла повторяться, выкладывать все эти документы, ну, уж Осипов это такой наш ученый, наш соотечественник. Как минимум, даже в период войны, да, это несколько непатриотично даже, я бы сказал, вот не так много современников, которые являются такими великими учеными, которые сделали прорыв. Это реально наш прорыв, наш российский прорыв, это наша российская придумка. И зачем нам отрицать, ну, существование очевидного, понимаете, тем более все бактерии, которые есть в данном анализе, указаны. Ну, вот смотрите, я прочитаю самые известные. Они слышали, не просто, не нужно быть врачом, чтобы они слышали бифидобактерии, все слышали, все слышали. Можем мы померить бифидобактерии другим анализом? Да можем, конечно, просто хромоспектрометрия более точная. Стофилококки, ряд разных стафилококков, все слышали о стафилококках, это что, что-то магическое? Это что, существование стафилококка нужно как-то доказывать? Ребята, вы чего? Ну, это же просто такая вещь. Ну, понимаете, вот воздух есть, да, но я, получается, должен доказать существование воздуха. Ну, что заниматься ерундой? Что значит клинически неценное? Клинически неценное содержание, что у человека превышено, бывает, там, в 10 раз у некоторых содержание стафилококка, это клинически неценно. Вы знаете, мне это напоминает анекдот про лягушку и аутотренинг. Сидит лягушка и такая, я не хочу пукнуть, я не хочу пукнуть, я не хочу пукнуть. Потом, я не пукнула, я не пукнула, я не пукнула. Вот таким же аутотренингом, на мой взгляд, занимаются некоторые мои коллеги. Дело в том, что мы не можем отрицать существование очевидного. Кандида есть, грипп, показатель. Ну, что, о кандидозе ни разу не слышали? Женщины, напишите мне в комментариях, вы ни разу не слышали о молочнице? О чем здесь идет речь? Как это клинически он не важен, не значен? А возникает тогда вопрос, почему эти люди это пишут? Потому что эти люди, как правило, те врачи, с которыми я встречался, и это пишут, они 40 лет отработали в поликлинике или даже десяточку и застряли в развитии поликлинического только мышления. Когда, если человек пришел своими ногами, а именно так, многие коллеги, напишите честно, ведь именно так и говорят. Не тратьте наш бюджет. Пациент пришел своими ногами, значит, он здоровый, не лечите его. Фастунгель ему пропишите или еще что-то, и пускай идет отсюда. Не знаю, витамин С. Вот. Поэтому, конечно, для коллег вот с таким опытом, естественно, анализ ХМС по Осипову не ценен. Но для врачей превентивной медицины это очень ценный анализ. Если меня смотрят врачи превентивной медицины, я думаю, что вы не дадите соврать, что в вашей клинической практике обязательно присутствует этот анализ, особенно у людей, у которых есть подозрения на синдром избыточного бактериального роста. И, соответственно, метаболический тот же синдром, да, очень неплохо проверять. Нет, провоцирует ли рост метаболического синдрома, соответственно, синдром избыточного бактериального роста. Кстати, вирусы он тоже показывает. Тот же герпес вы можете увидеть. И очень удобно при лечении герпеса, да. Опять же, никто не говорит, что мы до конца это вылечим. Речь не об убийстве полных вирусов или каких-то микробов. Речь о том, чтобы свести его до мало-мало-малого количества, которое не будет никак, соответственно, влиять на наш организм. А если у вас вирус герпеса 7000, к примеру, да, ну, как, каким образом вы, соответственно, можете гарантировать, что он не влияет на ваш организм? Вы все видите, что да, где-то он на губе проступил, не проступил, но ведь он и на клеточном уровне активен. Это ведь патогенный вирус. То есть вы неужели думаете, что этих болячек нельзя понаделать в каких-то других местах, что он только на губах? Ну, пример тому, что он может быть половым, да, вирус герпеса как минимум. И сначала он не появился, если 8000 у вас на губах, но он появится на половых, так скажем, губах, условно, или еще где-то вылезет. Поэтому не нужно, так скажем, недооценивать современные методы лечения. Дорогие друзья, консерватизм в медицине приводит к тому, что, соответственно, мы начинаем вести себя как лягушечка на аутотренинге. Поэтому, если вы хотите узнать больше о том, что такое анализ ХМС по ВОСИПУ, то смотрите вот видео по ссылочке, будут внизу в описаниях, наверху в заставочке, в конечной всегда, как правило, у меня есть ссылочка на видео. Ну и если я где-то что-то не оставил, не договорил, пишите в комментариях, мы будем развивать этот разговор. Но что хотелось бы сказать. Вот аппарат, который измеряет возраст вещества, понимаете, то есть это очень серьезный, точный аппарат. Соответственно, его модернизировали и сделали на его основе аппарат, который измеряет показатели крови. И зачем отказываться от будущего и жить прошлым, когда можно жить в будущем и просто стать лучше благодаря этому, жить дольше, чувствовать себя лучше, предупредить множество заболеваний, в том числе и, соответственно, такие заболевания, которые приводят к низкой нейропластичности, к вынужденной гиподинамии, то есть с возрастом мы меньше двигаемся и так далее. Я уж молчу о том, что те же стафилококки способны, соответственно, откладываться и в костях, вносить свой патогенный характер влиятия на кости. И вообще, если вы возьмете многие бактерии из этого списка, вы увидите, что они негативно влияют на портно-двигательный аппарат. Я уж не говорю то, что даже и на мозг они могут влиять. Ну, собственно говоря, все бактерии рано или поздно могут повлиять на ваш мозг. Косвенно или напрямую. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что если вы не хотите стать прошлым, то нельзя игнорировать будущее и нельзя игнорировать технологии, которые сейчас напрямую, так скажем, нас отправляют в будущее. Потому что этот анализ, как я считаю, определил в каком-то смысле, так скажем, даже опередил свое время. И опередил на шаг вперед, нас приблизил к, я думаю, что выявлению патогенеза многих и многих заболеваний. В частности, вот, например, кластридиум рамозом, она ассоциирована с диабетом второго типа. И люди, которым я понижаю содержание кластридиум рамозом, вот чудо, каким-то образом, у нас, соответственно, отменяется диагноз диабет второго типа. Подробнее об этом я рассказываю на своем канале, поэтому не забудьте подписаться, жмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Я вас жду на своих онлайн-консультациях. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры создавал DimaTorzok